Всем привет, ребята! Сегодня я вам хочу рассказать историю, которая произошла со мной сегодня, как я потеряла куртку и в итоге не сходила в столовую. В общем, я хожу на ИЗО и учусь во вторую смену. И в этот день я опаздывала на тупу по ИЗО. И по своей тупости я положила куртку на лавочку, вместо того, чтобы повесить. Просто я поленилась искать свободные крючки и просто кинула. Вот это была моя самая большая ошибка. И то есть вроде бы всё ок. Потом меня отпускают. Кстати, в то время, когда заходит наш класс, ну, бывает, ну, часто попозже они заходят, пока там учительница дает. В общем, я стою и ищу эту куртку. Я вообще всё время на ИЗО опаздываю. То есть вот сходила я на ИЗО и всё время я опаздываю. В общем, я так и не нашла эту куртку, уже опоздала на урок. Решила всё-таки идти уже на урок, потом разобраться. Проходит один урок, а мы ходим в столовую. На втором уроке, то есть проходит 10 минут второго урока, мы строимся в столовую. И мой друг. И вот Федя, он ложит куртку тоже в раздевалку. Мы с ним пошли, он взял свою куртку. Мы там где-то ещё поискали мою куртку. Он в итоге ушёл. И я так всю столовую там ходила и искала эту куртку. Я даже сначала думала, что они у меня ищут в столовой. Потому что одна же тарелка всё-таки была не съеденная. Моя тарелка. И в итоге, пока я там ходила, уже они вернулись. Федя забежал в раздевалку, был в шоке, что я до сих пор там и не ела даже. Там он ещё говорил, что там кто-то с кем-то подрался или ещё что-то. И в общем, мы там ещё попробовали поискать мою куртку. И в итоге я уже вышла вся в слезах. Потому что и не поела, и куртку потеряла. Я бы, кстати, сама немножко поболела сказать учителю о том, что я не ела в столовой. Но вот, когда я ещё не успела сесть на стул, как Федя уже сказал, то, что я не ела в столовой. То, что я куртку потеряла. Ну, она у меня сразу начала жалеть, то, что спрашивали, где я потеряла куртку. Я ей всё рассказала. Мы пошли искать мою куртку, нашли. В общем, она была спрятана за двумя другими куртками. Я её не могла видеть. И, в общем, потом мне сказала учительница идти в столовую, чтобы я поела. А сама она ушла на урок. Слава богу, что это была литература. И, в общем, я такая сбегала, ну, как я, стесняшка такая. Учителю даже боялась. Ну, конечно, учителю я бы, наверное, всё-таки сказала бы, что не ела. Ну, в общем... Ну, как, по сути, для меня чужих людей, которые просто готовят мне еду, чтобы я поела. Я, конечно же, боялась заговорить. Я просто там за стенкой постояла, чтобы, типа, прошло время, как я поела. Прибежала я в класс, учительница даже удивилась, почему я так быстро. В общем, я сказала то, что быстро бежала. И, в итоге, я в столовую так и не сходила. То есть, как бы сходила, но не поела там. И сейчас я очень много съела. Я сейчас съела и курочку, и салатик, и лапшу. В общем, очень много съела. И, в общем, такая история у меня получилась, то, что я потеряла куртку и в итоге не сходила в столовую. Ну, кому понравилось видео, ставьте... Простите. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.